Первый вопрос, как вы оцениваете состояние посевов в этом году по сравнению с прошлыми годами? Насколько все плохо? Ну, последние дожди, как бы прохладная, такая затяжная весна нам помогла. Даже вот сходы зимы пшениц, которые мы получили в конце января, после Нового года, ну, на сегодняшний день как бы там уже три листочка, местами четыре. И настроение улучшилось, и поля позеленели, как бы намного стало веселей. Природа наконец-то к нам развернулась лицом, и мы стали питать надежды на хороший урожай. Те семенные посевы, которые были посеяны изначально, мало норма высева, и на сегодняшний день там остались 150-180 растений на метре квадратном, они вызывали с собой большое беспокойство, но мы решили их оставить. Там, конечно, великого урожая не будет, но так как мы являемся семеноводческим хозяйством, для сохранения разнообразия сортов и предложения нашим покупателям мы решили все-таки не убирать эти посева, а попытаться с ними работать, получить максимально возможный урожай в этой ситуации, ну и надеемся на помощь нашей матушке природы, так сказать. А какова доля вот этих площадей, где 150 растений на квадратном метре? Ну, нам немножко повезло с осенью, у нас в хозяйстве угол полей захватили дождики, ближе туда, к станице Кущевской, и там мы получили ноябрьские усходы, там сейчас как бы пшеница в стадии кущения, это примерно 28-30% от нашей общей площади, а 70% мы получили сходов после Нового года, но там гораздо норма высева, там где-то товарные посевы все-таки высота получше, она намного вылетит веселей, так сказать. Вообще собирался пересевать порядка 200 гектаров, потому что как бы осенью, когда отбирал образцы зерна посевного земли, половина из них была уже с корешками, с росточками и была засохшая. Ну и сегодня, на сегодняшний день эти 200 гектаров, они как бы выглядят слабенько, очень-очень непрезентабельно, но мы их оставили и будем дальше с ними работать, потому что как бы вот посчитал, постараемся мы их вытянуть, хотя бы на средний какой-то урожай, все равно это будет более экономически рентабельно, чем брать пересевать чем-то. У нас погиб целиком весь РАПС, это большая площадь, и мы так уже нарушаем структуру наших посевных площадей, потому что как бы вот ставится вопрос о пересеве этой площади всего погибшего РАПС. Чем будете пересевать площади с РАПСом, и как вы будете готовить поле к пересеву? Требуется ли там дискование или еще какие-то приемы? Нет, поля целиком полностью были подготовлены с осени, была проведена культивация, посев поля выровненный, там есть иные удобрения. Мы думаем там обойтись одной предпосевной культивацией и будем производить сев яровых культур. По культурам, которые мы собираемся разместить, у нас вариантов было немного, так как у нас все-таки южная зона Ростовской области, пересевать эти поля горчицей белой, там, или сарепской, мы думали об этом. Мы потом посоветовались с селекционерами, значит, с производственниками, все-таки поздновато производить посев, надо было намного раньше, вместе с ячменем, вместе с горохом, а мы этот момент немножко упустили. И поэтому решили эти площадя отдать все-таки, наверное, под солнеч. Хотя у нас были мысли еще и вот все-таки о горчице, так как эта культура все-таки не облагается на сегодняшней пошлиной, она востребована и переработчиками, очень сильно развита у нас переработка в Волгоградской области, фирма Сарепта закупает хорошо, значит, семена горчицы. И на экспорт она идет, экспортерам тоже она, как бы так, нужна, востребованная культура. Ну, Европа, я знаю, тоже очень активно закупает белую горчицу. Ну, вот, как бы, быть может, эта культура, все-таки сейчас сроки посевов будут актуальны для севера области, вот ближе туда, к Воронежу, там еще они должны успеть попасть, значит, в те приемлемые, нужные сроки посева. У нас все-таки немножко уже поздновато. Сегодня было уже плюс 20 с ветром, я думаю, что в ближайшее время, как только земля подсохнет, пора уже начинать все подсолнечники и кукурузы. Краснодарский край уже сеет полным ходом, ну, и я думаю, что на следующей неделе посевная начнется уже и у нас. Скажите, а вот на тех полях, где осталось 150 растений, как вы их будете вытаскивать и как спасать? И, может быть, ваша стратегия подойдет для аграриев, у которых такая же ситуация, только на севере области? Александр, ну, смотрите, на самом деле, как бы, поздние всходы у нас не только в нашем хозяйстве, в нашем, вот тут, как бы, так, уголочке, да, мы сейчас общаемся с фермерами с наших разных углов большой, их нашей Ростовской области, на севере такая же проблема, и в Вешенском районе, и в Милеровском, такие же там есть моменты негативные поздних всходов. Я вам скажу, что, как бы, по, значит, нашему хозяйству, что мы запланировали, исходя из тех, значит, возможностей, которые у нас есть, и того опыта, который мы накопили в работе с такими слабыми посевами. Так как в семеноводстве у нас постоянно очень изреженные посевы, то, как бы, вот, некоторый опыт вытягивания этих посевов на максимальную продуктивность у нас имеется. Хочу подчеркнуть, что работать надо с такими посевами, начиная буквально, там, с двух-трех листочков желательно, значит, это, мало того, что это высокий агрофон с осени, полностью фосфорное питание, хотя бы по выносу прогнозируемого урожая из почвы, хотя бы, там, давать, не знаю, 60-70 килограмм фосфора под ДВ, это минимум, который нужно давать на 50-60 центров, которых мы планируем в нашем хозяйстве. Ну, а весной своевременная подкормка аммиачной селитрой, когда растение уже более-менее развило корневую систему, имеется фаза 3 листочка, вот в этот момент, надо, как бы, самый оптимальный срок для подкормки азимной пшеницы аммиачной селитрой. Там находится нитратная форма, которая быстро усваивается корневой системой растений и дает, как бы, ощутимую прибавку, толчок к кущению азимной пшеницы. В какой дозе? Мы в нашем хозяйстве выбрали дозу 200 килограмм на гектар в физическом весе. После этого, значит, после подкормки азимной пшеницы, буквально через 2-3 недели, но мы чуть-чуть в этом году не вписываемся, уже прошел практически месяц, после подкормки азимной пшеницы, начинается подкормка и внесение стимуляторов кущения, стимуляторов роста. То есть на сегодняшний день мы работаем КАСом. КАС вносим в дозе от 80 до 120 литров в чистом виде можно вводить. При повышении температуры можно разваривать воду один к одному. И мы отметили у себя в хозяйстве неплохую схему, много лет мы ее применяем. Сравнивали мы ее не единожды с разными другими вариантами, но остановились на применении хворми-кладхлорида. Это очень много препаратов, которые производятся с этим действием веществом. Это Регит, Центурион, это то же самое СССР фирмы БАС. И в последнее время еще появились несколько других фирм, которые пока вроде бы как неплохо зарекомендовали себя в ценовом диапазоне. То есть там нет переплаты за бренд, а по качеству вроде препаратов тоже неплохие. Значит, дозировка там небольшая, от рекомендуемых 600-700 грамм мы работаем меньше 400 грамм, потому что как бы в смеси с КАСом получается синергизм этих двух веществ. КАС, который азотное удобрение, оно провоцирует растение к усиленному хрящению. Плюсом ко всему, небольшая доза именно вот хлорми-кладхлорида этого, значит, стимулятора роста, не стимулятора роста, ретардант на самом деле, с меняю соговорился, он немножко тормозит, значит, главный стебель и дает стимуляцию для дополнительного, значит, кущения. Плюсом ко всему, в минимальных дозах он не тормозит развитие корневой системы, потому что, как бы не говорили, что ретардант влияет только на вегетативную верхнюю часть растения, но на самом деле очень многие источники научно пишут, что есть небольшой негативный эффект и на корневую систему, подтормаживает ее развитие. В нашей ситуации, когда растение слабое, и корневая система очень-очень такая неразвитая, слабенькая тоже, надо, чтобы корневая система успешно развивалась и растение получило толчок в виде вот этого стимулятора ретарданта и высокая доза азотных удобрений получила стимуляцию дополнительного кущения. Это на какую фазу развития, извините, на какую фазу развития пшеницы приходится вот эта обработка с кассом и ретардантом? Это обычно происходит у нас после трех листьев, фаза четыре листа, пять листов, то есть, когда вот начало кущения четыре листов, в эту фазу очень хорошо бы работать именно кассом и дать ретардант, в форме подпорить. Значит, на предыдущих вот таких опытных участках у нас два года назад, три года назад мы на этой схеме уже работали, ну, как бы вот на грехах, на таких незапланированных, да, вот участках, где можно было потом визуально пройти и посмотреть, где мы вносили этот препарат, а где-то опрыскиватель не допучился или на клин выходил, необработанный участок. Ну, я должен вам сказать, процентов на 40-50 кущения было хуже, вот где мы, значит, варианта мы не отработали. То есть, все-таки вот... А если в абсолютных цифрах, то сколько стеблей, какого количества стеблей вы добиваетесь вот таким? Ну, вот с такой высотой, где у нас 150-200 растений на метре квадратных, мы хотим добиться уборки, чтобы было колосьев у нас 600 до 700 колосьев к моменту уборки. То есть, нам надо выгнать около 1000 побегов кущения, вот сейчас весной какую-то часть пшеницы сбросит, и мы надеемся, что к уборке наши 600-650 колосьев останутся. Схема одна для всех, потому что, как бы, в зависимости от сортов, сильно пустящихся, крупноколосы, которые немножко похуже пустятся, у нас была разная норма высева, и там, где крупноколосы сорта заведомо сеяны меньше норма высева, там тоже картина нерадостная. И поэтому эту схему подкормки вместе с ретардантами мы применяем абсолютно на всех сортах одинаково. Но это схема, которая восприменяется каждый год. В этом году, то есть, какие-то изменения эта схема не претерпела? В этом году эта схема претерпела изменения в том, что что происходит намного позже. Обычно это происходит у нас в начале марта, а в этом году, видите, вот, в связи с тем, что пшеница очень слабенькая, фазы развития у нее подходят очень поздно, но пока нам погода благоволит, это вот уже начало апреля, и мы только-только вот к этой схеме, значит, к этому варианту обработок мы только подошли. То есть буквально, если так брать, даже в сравнении с позапрошлым годом, с прошлым годом у нас идет задержка весны недели на три. Это очень радует, потому что пшеница есть шанс в холодную, сырую погоду набрать все-таки вот необходимой стеблистой, густоту и сформировать вот те 600-700 колоссов, и обеспечить, которые приемлемую продуктивность и оправдают наши затраты. Еще такой вопрос задам. Вот в первую подкормку вносим селитру большой дозой, дальше идут обильные дожди. Есть ли риск, что азот промоется? Ну, на самом деле он-то никуда не промоется, никакие грунтовые воды, потому что, как бы, у нас всего глубина промокания, не знаю, там самые сильные влажные воды, ну, полтора метра максимум. А грунтовые воды начинаются после 15-16 метров. И если был стоп воды запас, допустим, там 70-80 сантиметров, сейчас нанесли селитку. Она, как бы, опустилась, вот за март месяц было 80 миллиметров, опустилась на глубину, там, на 35-40 сантиметров, да? Ну, как бы, это никуда она не делась, она не пробовалась. Просто нет той максимальной ударной концентрации в верхнем горизонте почвы, где находится сегодня слабенькая корневая система зимой пшеницы. На самом деле азот никуда не делся, он же будет доступный. И даже в засуху вода испаряется, растения транспирационным коэффициентом испаряют воду. Селитра, нитрат подымается вместе с токами воды из глубины. И, значит, усваивается корневая система пшеницы. Плюс, как бы сказать, вот там, где находится удобрение, туда усиленно растет корневая система пшеницы. То есть немножко опустившаяся наша азотная составляющая, она, наоборот, стимулирует развитие корневой системы, которая устремляется за этими питательными веществами. Понятно. Ну, у вас хозяйство семеноводческое, поэтому много сортов всегда испытывается. Можете ли какими-то наблюдениями поделиться по тому, как себя ведут разные сорта пшеницы? Или тут все зависит только от погоды? Сегодня ходил по нашему, значит, опытному полю, на котором у нас выяснили 17 сортов зимой пшеницы. Я бы не дал бы никакого сорта предпочтения. Все находятся в одинаковой фазе. Три листа, четвертый лист, начало крышения. Нет тех сортов, которые чем-то там выдающимися оторвались от пыли. Это будет намного четче видно позже, когда скороспелки сорта и среднеранние, они начнут, пустили, значит, уходить в трубку, а среднепоздние сорта пшеницы, они еще будут продолжать свое спокойное развитие и будут отставать развитие примерно на неделю. На сегодняшний момент фаза трех-четырех листов буквально у всех сортов зимой пшеницы. У разных групп спелости, у разных биотипов, у сильно кустящихся, крупноколосок, у всех фаза одинаковая. Да, они разные по размеру листовой пластинки, по как бы визуальному восприятию, да, но фаза находится сегодня одинаково. Если бы вам показали поле, где, допустим, 75 стеблей, да, на 75 живых растений на квадратный метр, ну или вообще какое-то поле, как бы вы принимали решение, пересевать или оставлять? Ну, во-первых, надо знать историю этого поля, надо знать, понимать агрофон, надо знать, какой у нас дальнейший прогноз погоды, надо понимать, что это за сорт, как бы так, и понимать те возможности финансово-технологических хозяйств. А вообще 75 растений на метр квадратный даже я бы, наверное, закультивировал, потому что, ну вот, 150 растений, это полтора миллиона, это минимум, который мы оставили, это получается, даже если мы получим, там, 4 полоса, значит, да, это получим 600 растений, 600 колосев кубор, ну, то есть тут можно рассчитывать на какое-то урожай, если 75, то, ну, получить 600-700 колосев, 10 колосев с одного растения, это очень тяжело, во-первых, а во-вторых, там возникают совсем другие проблемы, которые тянут одно за другое. То есть надо рассчитывать на, сколько колосев получится к уборке, вот из этого из-за этого. Да, надо смотреть сегодня на тот стеблистой, который у нас имеется, в норме, допустим, даже на товарных посевах, если есть 200-220 растений на метре квадратном, это, ну, допустим, 2-2 миллиона, или там даже 2,5 миллиона, то такие посевы нужно оставлять, на мой взгляд. Их перекультивировать не надо, не донести эти затраты, надо просто попытаться с этими посевами поработать. А во всяком случае, там, где есть агрономы, они даже не понимают, что они свой хлеб едят не зря, и показать свое искусство, как бы вытягивать такие слабые посевы, достигать хотя бы средних результатов в среднем районе. С такими посевами можно и нужно работать. Не надо на них ставить крест и убирать их со своих структур посевных площадей. А просто надо им уделить отдельное внимание. Все слабые посевы кормятся в первую очередь, потому что они слабенькие, им нужно больше времени на усвоение питательных веществ и на развитие. Все мероприятия с этими слабыми посевами проводятся также в первую очередь. Их нельзя работать механическими методами, не кормить селками, не мотыжить их нельзя, не барановать их нельзя. Надо беречь каждый листочек, надо работать с каждым растением, потому что как бы тут не должно быть больше никаких выпадов этого стеблистоя. Надо оценить то и развивать то, что у вас есть в наличии и постараться с этим поработать. Спасибо. Ну вот сейчас, да, уже весна, как бы потоки влаги идут в другую сторону, не так, как осенью. Все-таки есть возможность спуститься у растений? Есть возможность спуститься, это дело одно. А второе, понимаете, здесь у нас сейчас идет нарастание температуры, это дело одно. Это и увеличение продолжительности светового периода. Растения, они у каждого сорта, вот они на это дело все ориентируются. Да, скороспелые сорта достигают длины дня и температуры, а у них, значит, наступает другая фаза развить. Они торопятся успеть дать потомство и, значит, соответствовать вот тому заданию генетическому, которое у них находится, соответственно, длиной дня и той температурой, в которой находятся растения, развиваются. То есть вот эта продолжительная прохладная погода на сегодняшний день, ну, будем надеяться, что она поможет дать то необходимое время растениям, чтобы они сформировали плотные побеги с упущения и у нас были эти 600-700 колоссий на метр квадрат. Правильно ли я понимаю, что ультраскороспелые сорта в этом году находятся в зоне риска? Да, потому что у них времени меньше, у средне-поздних сортов все-таки они просыпаются, позже у них период сна весеннего дольше, чем у скороспелок, и они имеют больше шансов все-таки набрать необходимости в листу и дать максимально высокий урожай в сравнении вот со скороспелкой. Это правда так и есть. Если времени им не хватит, да, они будут давать малое количество побегов, но если будет дождливая, значит, вот дальше весна, они могут сформировать очень крупное зерно, и как-то этим, масса тысячи зерен, хотя эта величина обычно такая, более постоянно привязана именно к характеристикам сорта, она мало варьенуется по годам, но как бы все скороспелые сорта, они обычно крупное зерно, и если даже вот будет мало побегов, они могут своей массой тысячи зерна, а зерна как-то компенсировать тот недобор колоссию на метре квадратных. Ну вот на днях поля Национальный центр зерна имени Лукьяненко делит сорта на крупноколоссы и на те сорта, которые берут благодаря кущению. В этом году, наверное, у крупноколоссов будет преимущество, да? Или пока нельзя сказать? Да, я думаю, что у крупноколоссовых будет и именно у крупноколоссовых средне-поздних сортов азимной пшеницы будут преимущества. Я думаю, что они, благодаря тому, что им не нужен такой плотный стеблистой, и у них больше период на развитие все-таки мощного куста, больше времени, значит, для формирования этих других стеблей побегов, упущения, вот они могут дать максимальный урожай в сравнении вот с сортами более скороспелыми и которые формируют свою максимальную продуктивность именно за счет сильного упущения. Если в засуху не попадут летом, да? А здесь тоже палка о двух концах. Если будет засуха, то средне-поздние пшеницы могут общить зерна. Скороспелки успеют выскочить, дать по одному колосочку с каждого зернышка, будет 200 колосков на метре квадратном, получим по 25 центеров и будем улыбаться. Мозаика сортов нас спасет? Да, без мозаики никуда. На самом деле стабильно в нашей зоне дает самый высокий урожай это сорта сертистилы, вот как Ром Алексеевич, Алексеевич чуть-чуть даже больше к средне-позднему. Но вот из средне-поздних пшениц с максимальным потенциалом урожая на сегодня только Личтимирязя по 150 она не снижала урожай в засуху. В прошлые годы показал. Она давала на уровне средне-спелых и средне-ранних сортов давала максимальный урожай. То есть по той таблице, которую мы каждый год сводим, она была все время как-то у лидера. Хотя вот все остальные средне-поздние сорта ее одноклассники по периоду медитации они все провались очень сильно. А эта пшеница как бы это Людмила Андреевна Беспалова сорт. Это на сегодняшний день один из самых высоко урожайных выдающихся сортов не только Краснодарской селекции но и мировой. Вот он и оказался мало того, что очень высокого потенциала средне-поздняя пшеница она еще очень жаростойкая и сбрасывает значит вот урожай в таких неблагоприятных условиях. Вкусно, ко всему это очень устойчивая к болезням качественная и зимостойкая пшеница. Намного она лучше Алексеевича по зимостойкости как бы можно возделать ее в более жестких срок условиях и потенциала и потенциала урожая у нее больше чем Алексеевича даже больше чем угрома. Из новинок у нас много сортов которые мы в этом году посеяли из выдающихся я думаю там новый сорт школа надо будет обратить на нее внимание сорт Мане очень неплохо я себя пока как бы визуально смотрю на него неплохо развивается стиль восемнадцатый смотрится очень шикарно ну бумба хотя вот такой вот довольно таки суровый был по перезимовке на этом поле где бассейнная бумба она зимостойкая подмерзания растений не было вообще если все другие сорта немножко подмерзали листовая поверхность на бумбе подмерзших растений не было как это можно вообще объяснить это одно поле 17 сортов как на одном поле и в одних и тех же самых условиях ты вот идешь и видишь как реагируют на прошедшие заморозки разные сорта зимообщей то есть видно где вот сорт реально он заявлен как зимостойкий да высокорожайный качественный ну вот он из-за своей зимостойкости он пострадал вот когда был мороз минус 20 на голую зиму он пострадал меньше всех ну и надеемся как бы на очень хороший результат именно по этому сорту в частности он выглядит на сегодняшний день ну я бы сказал преимущественнее других пока но все покажет бункер да это все покажет бункер но сам по себе сорта еще и скоростелый средне ранний он сорт он на уровне сорта Таня но он как бы более такой мощный более соломистый но заявленная урожайность у него тоже топовая больше 110 центров на нем анонсирована такая такой потенциал урожая будем надеяться что он соответствует вы его впервые посеяли или уже был он у вас он у нас был в том году на деляночке мы на нем посмотрели на зима было мягко он никак ничем не отличался а в этом году вот его зимостойкость заявлена она подтверждается тем что визуально как бы вот поражений растений морозобоя было намного меньше понятно